Пришло время открыть всю правду, и сегодня мы именно этим и займемся. Любой из нас помнит, как в детстве мама давала нам сладкий сироп корня солодки, когда мы кашляли. Да, это наиболее распространенное применение лекарственного растения. Но польза солодки не только в противокашливом и отхаркивающем эффекте. Сегодня мы расскажем о пяти целебных рецептах, про которые вы вряд ли слышали. Солодка, по-другому ее называют лакрицией, очень давно известна как в официальной фармакологии, так и в народной медицине. Это травянистое растение – многолетник семейства бобовых, самой полезной частью которого является корень. Произрастает солодка в Китае, Индии, в южноевропейских странах. В России ее можно встретить в естественной среде обитания на Северном Кавказе, в южных регионах и в Западной Сибири. Заготавливают корни четырехлетнего растения, выбирают для этого ноябрь или март. Корни выкапывают, промывают холодной водой, очищают от коры и сушат при дневном свете или в специальной сушильной камере. Цвет просохшего сырья должен иметь желтоватый оттенок. Корни не должны крошиться, но могут быть ломкими. Хранить заготовленные корни солодки можно в течение 10 лет. Чем же так хорош этот многолетник? В составе солодки уникальная глицеризиновая кислота, из-за чего у настоев и других лекарственных средств сладковатый привкус. Корни и корневища солодки содержат 30 полезных флавоноидов, в числе которых кверцетин, ликверитин и другие. В состав также входят сахариды, крахмал, пектины, дубильные вещества, эфирные масла и множество микроэлементов, в числе которых калий, кальций, железо, магний, марганец, медь, хром, цинк, селен и прочие. Именно глицеризиновая кислота обеспечивает солодке массу целебных свойств. Лекарственное растение помогает при кашле, способствует отхождению мокроты. Также солодка нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта, обеспечивает нормальный кровоток, улучшает состояние сосудов, не допуская тромбообразования. Помогает при нервных расстройствах, налаживает работу мочи в отделительной системе. Солодка помогает очищать печень от токсинов, и недавние научные медицинские исследования доказали, что солодку в числе других лекарственных средств используют при лечении жировой болезни печени. Если не заготавливать корень солодки самостоятельно, его можно приобрести в аптеке в виде сиропа или экстракта корня солодки. Обычно педиатры и терапевты назначают это лекарство для избавления от сухого кашля. Корень солодки снижает вязкость мокроты, при этом улучшается проходимость в бронхах. Все патогенные выделения и слизь постепенно выходят, и дыхательные пути очищаются, освобождая путь свободному дыханию. Воспалительный процесс снижается благодаря взаимодействию корня солодки с другими препаратами антибактериального и противомикробного свойства. Корень солодки используют не только при заболеваниях верхних дыхательных путей. Это природное лекарство назначают и при болезнях органов пищеварительной системы. Тем, у кого часто из-за поры, колиты из-за нарушения состава микрофлоры кишечника, помогает солодка. Ей присущи и желчегонные свойства, поэтому солодку назначают при дискинезии желчевыводящих путей. Солодку хорошо использовать для профилактики изжоги, для хорошего переваривания пищи, для снижения уровня сахара в крови, для нормализации уровня холестерина и предупреждения развития атеросклероза. Пять неочевидных полезных качеств солодки. Корень солодки – универсальное лечебное средство, которое известно и нашим предкам, и современному поколению. Кроме очевидных свойств, которые мы уже описали, лекарственное растение применяют и при других проблемах, связанных со здоровьем. Первое – для очищения лимфы. Чтобы очистить лимфу от шлаков и токсинов, улучшить самочувствие и избавиться от начинающихся болезней, полезно ежедневно, один раз в день, выпивать один стакан раствора горячей воды с одной столовой ложкой сиропа солодки. Продолжительность курса – две недели. Второе – против депрессии. Если чувствуем себя угнетенно, находимся в стрессовом состоянии, близки к унынию и депрессивному состоянию, можно взбодрить себя и улучшить свое состояние с помощью чая, в котором разбавлена чайная ложка сиропа солодки. Третье – для похудения. Легкий послабляющий эффект и нормализация уровня сахара в крови – основные показатели к применению солодки в качестве средства для снижения лишнего веса. Четвертое – против отравлений и облучения радиацией. Назначает корень солодки также и при отравлениях, поскольку известны свойства растения выводить токсины и даже радиацию из организма. И пятое – для поддержания общего тонуса организма. Хроническая усталость, пониженный жизненный тонус, плохое настроение, сниженный иммунитет – все это повод для начала курса лечения корнем солодки или сиропом солодки. Ее добавляют в чай или сок, разводят с водой, пьют в течение одной-двух недель до улучшения состояния. Возможно, кто-то сейчас удивится, но солодка находит широкое применение в кулинарии. Сладкий чай с солодкой – идеальное сочетание для тех, кто любит наслаждаться моментом и удовольствием от чашечки горячего напитка. Процесс приготовления такого чая просто не требует особых усилий. Вам потребуется лишь ваш любимый сорт чая и немного солодки. Заварите свой любимый чай. Можно использовать как черный, так и зеленый. Дайте ему настояться в течение нескольких минут, чтобы все ароматы и вкусы хорошо раскрылись. Когда ваш чай готов, добавьте к нему солодку. Помните, что солодка имеет довольно интенсивный сладкий вкус. Поэтому начинайте с небольшого количества и добавляйте по мере необходимости, чтобы напиток не стал слишком приторным. Солодка может быть использована для приготовления вкусного и легкого десерта – солодкового мусса. Для этого нужно смешать солодковый сироп с желатином, а затем добавить сливки и взбить до образования пышной консистенции. Получившийся мусс можно подавать с фруктами или ягодами. Солодка также может быть использована для приготовления вкусного соуса. Для этого нужно смешать солодковый сироп с горчицей, уксусом и различными специями. Получившийся соус можно использовать для маринования мяса или приготовления соусов для салатов. Таким образом, солодка – это не только вкусный, но и полезный ингредиент, который можно использовать в различных рецептах. Она добавит блюдам уникальный вкус и аромат, а также поможет поддерживать здоровье благодаря своим полезным свойствам. Солодка может быть добавлена в выпечку для придания сладкого вкуса и аромата. Вы можете использовать солодку вместо обычного сахара в рецептах для приготовления пирогов, печенья, кексов и других сладостей. Это отличная альтернатива для людей, которые хотят сократить потребление сахара, но не хотят отказываться от сладкостей. Еще одним интересным способом использования солодки в кулинарии является ее добавление в салаты. Солодка может быть использована вместе с орехами, фруктами и овощами для создания оригинальных сочетаний вкусов. Она добавит нотку сладости и гармонии в ваш салат. Солодка, конечно, хороша и находит широкое применение, но не стоит забывать и о противопоказаниях. Солодку нельзя применять при гипертонии, во время беременности и грудного вскармливания. Не рекомендуется использовать лекарственное средство при циррозе и активной фазе гепатита. Противопоказанием к применению является также сердечная недостаточность. Друзья, а вы используете солодку? Поделитесь своими рецептами в комментариях. Ну а мы желаем вам крепкого здоровья и хорошего настроения. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!